Как вызвать в себе ощущение благодарности по поводу своей жизни? На Новый год мальчик играет мячиком на резиночке. И получает большое удовольствие от этого процесса. Подбегает девочка и говорит, а твоему братику подарили игрушечную железную дорогу. Ну и что? У меня есть мячик на резиночке. И играет. Говорит, ну как, ну что? А твоему братику сейчас подарили огромный торт. И клоун его смешит разными фокусами. Говорит, ну что, у меня мячик на резиночке. И продолжает играть. Говорит, а твой братик сейчас поедет в Диснейленд, а ты останешься здесь. Ну и что? У меня есть мячик на резиночке. Говорит, тебе не завидно? Нет. У меня же нет рака крови. И вот это мгновение оказалось для вас одним из последних. Уверяю вас, большинство шелухи, которые вызывают большие неудобства в сознании обычного человека, оно бы слетело. И самая первая мысль, когда вы открываете глаза, это наступил самый лучший день моей жизни. Причем не со скепсисом. Наступил самый лучший день моей жизни. А с детской доверчивостью и одновременно уверенностью взрослого человека, что наступил самый лучший день моей жизни, помня о том, что может быть действительно уже Аннушка разлила масло, это действительно самый лучший день в вашей жизни, потому что другой может и не наступить. И его нужно прожить полностью. Вот к вопросу о питании. Когда мне спрашивают, как кушать, что кушать и что я ем, я руководствуюсь очень такими здравыми правилами питания. Первое, конечно, я кушаю, когда я хочу кушать. То есть я не руководствуюсь режимом питания. То есть когда мне хочется, я ем. Когда мне не хочется, я не ем. И вся та пища, которая принимается, она должна с эмоцией, во-первых, благодарности, и во-вторых, внутренней тишине приниматься. Но если вам хочется с кем-то пообщаться, то это должны быть близкие люди, либо приятные для вас. Либо хорошо при этом вспоминать, когда вы кушаете, если вы принимаете пищу в одиночестве, то о близком, дорогом человеке, либо о близких, дорогих, родных людях. Но на Востоке, если человек придерживается какой-то религиозной конфессии, он думает о Боге, когда принимает пищу. Перепринятием пищи где-то за полчаса лучше всего выпить полстакана, ну, можно стакан горячей воды, либо черного чая. Именно черного чая. Но я, допустим, в плане принятия жидкости одно время стал очень чутким, и я остановился не на простом сорте чая. То есть мой любимый сорт чая – это чай Пуэр, так называемый искусственно состаренный чай. Он обладает массой целебных достоинств, и интересен тем, что многие чаи, когда доходят до нас, они уже теряют и свежесть, и ценность, энергетическую ценность. Потому что в чае очень важно именно срок его сбора и момент транспортировки. Дорогие сорта чая, в частности, из Китая, их, чтобы они сохраняли свойства, подвергают быстрой заморозке и вакуумной упаковке, когда человек… и они должны храниться в холодильнике. Тогда они вот целый букет свойств начинают передавать. Вот. И, конечно же, если вы пьете чай, то лучше вам избавиться от пакетированного чая, то есть это самый крайний случай. И из таких чаев, которые, что называется, экономный вариант, лучше всего это Ахмат чай. Ой, не Ахмат. Да, да. Лучше всего Ахмат, а так, конечно, лучше покупать сорта чая, которые связаны со сроком хранения. И в данном случае пуэр, он самый такой идеальный, потому что он, сколько бы ни хранился, он от хранения делается только лучше. И он относится к промежуточным между так называемым красным чаем, который нам известен как черный чай, и так называемый улуны. Это полуферментированный чай, то есть нечто среднее между зеленым и желтым. То есть их оу-лонг называют или улун. И там тоже такие интересные и ценные чаи. Короче говоря, я вот выпиваю либо стакан кипятка перед тем, как принять пищу, но я просто знаю, что, допустим, через полчаса я начну есть. Либо просто я вот с утра встаю, принимаю ложку масла, лучше всего. Ну, если у меня есть оливковое масло или льняное, то я принимаю его. Но те, кто только начинает, я рекомендую не большую ложку, а начинать с чайной ложки. Это произойдет мягкая стимуляция печени и желчных протоков, если потом вы запьете теплой водой. Если горячей водой, то это сильная стимуляция произойдет всего желудочно-кишечного тракта. Тоже именно на стимуляцию направлено. И потом принятие пищи станет более энергонасыщенным для организма. То есть, вот, собственно, такие очень простые правила. Вы должны интуитивно выйти на тот режим питания, который близок для вас. Не руководствовать при этом не религиозными, не морально-этическими, в принципе, потому что это большая глупость. В своем питании руководствоваться именно правилами, придуманными для вас с кем-то еще. Здесь нужно, скажем так, интуитивно чувствовать тот продукт, который соответствует вам. К продуктам человеческого питания не относится хлеб. Хлеб – это, в общем-то, добавка такая, можно сказать, условно-вкусовой заменитель. Не относится к различного рода хлебобулочные изделия, макаронные и прочее-прочее. То есть, все, что сделано из твердых сортов злаковых. Потому что это самое позднее, принесенное в человеческую культуру. Также, собственно, мясо это соотносится только с ледниковым периодом. Когда человечество переживало очень сложные времена, оно было вынуждено кушать мясо. Но так очень климат сильно изменился. До ледникового периода, по большей части, было тепло. Было очень много, что называется, солнца. И оно было ровное, не обжигающее. И было очень много фруктов. И было, что называется, очень много корнеплодов окружающих человек. И вот наш желудочно-кишечный тракт, он средний между плотоядными и травоядными. Те, кто не знает, вот плотоядные, они не едят жесткое мясо. Они едят требуху. Либо они зарывают мясо, чтобы оно подгнило. Потом едят, когда оно размягчается. Либо, что называется, если это шакалы, то они падали едят. Оно тоже размягченное мясо. Человек научился термически обрабатывать мясо. И тем самым, можно сказать, спасик, как вид в природе. Но любой термически обработанный продукт теряет часть своих ценных свойств. Единственное, что человек настолько умеет приспосабливаться ко всем условиям, что он способен переваривать и это. Короче говоря, вот, все то, что растет в морской воде, идеально приспособлено к человеческому организму. Все то, что там находится. То есть, если вы хотите, чтобы ваш организм был здоров, переваривал пищу, то из всех, что называется каш, лучше всего это рис. Потом идет гречка, потом идет, что называется, кукуруза, мамалыга. Все остальное, что называется, хотите кушать, хотите не кушать, ваше дело. Ну, это так уже. Не настолько ценно, как вот эти злаки. Но самое ценное это рис. Потому что он растет в воде и идеально приспособлен для нашего организма. Соответственно, ну, здесь не нужно, опять же, быть фанатичным. Здесь нужно по-разному разноображивать свой рацион. И чтобы он не был примитивный. Чтобы вам еда приносила удовольствие. Далее. Все то, что содержит йод в себе. Ну, это лучше всего морские водоросли. Тоже употребляйтесь в пищу. Очень полезно. Все то, что является, ну, скажем так, зеленью. Тоже надо употреблять в пищу. Даже в холодное время года. Некоторые люди, слепо доверяясь кулинарным особенностям и вкусовым пристрастиям чуждой культуры, другой культуры, совершенно иной культуры. Ну, в частности, индийской культуры. Чтобы эти ценности, особенно пищевые, вкусовые, переносить на наши условия, нужно, опять же, трезво руководствоваться определенными, так скажем, пониманиями. Пониманиями того, что индусы очень сильно отличаются от европейцев, и тем более очень сильно отличаются от нас. В плане меланино-сертонинного баланса. То есть у них кожа темнее, раз. Там больше солнца, два. И они по телосложению более водянистые. То есть тела чем-то напоминают кактусы. Вот так вот, можно сказать. То есть набирают воду и все держат. Потому что очень жарко. И там даже в холодное время года, ну, ниже 30 очень редко падает. Стопроцентная влажность. Соответственно, у нас все другое. Солнца очень мало в подавляющее время года. Очень холодно. И резкие перепады температуры, и резкие перепады давления. Все не так, как у них. И другое качество воды. Там достаточно агрессивная микрофлора. Если человек просто кушает мясо или пьет такую воду, недостаточно чистую, и не использует много специй, он сразу начинает болеть. Если зубы не почистил после мясной пищи, там сразу заводится микроорганизм, вплоть до червячков в деснах. То есть много вот таких особенностей. И там, чтобы простой народ, что называется, не болел, а исполнял свои обязанности по обслуживанию высших каст, как то воинов и браминов, просто религиозные предписания, не есть мясо, все. Почему грех? То есть особо не объясняли людям, почему это так. Но когда мусульмане пришли и завоевали Индию, то они кушают говядину, очень сильно ее перчат, что-то называется, добавляют специи, и тоже не сильно болеют, но свинину не едят. И индуисты, они тоже используют мясную пищу в настоящее время, в современной Индии. То есть когда человек пытается, что называется, стать чище, стать светлее, от ума перестает, допустим, употреблять мясо и, допустим, не руководствуясь так здравыми соображениями, переходит не просто на сыроедение, а, допустим, берет овощи, начинает их тушить, берет фрукты, начинает их термически обрабатывать. Он очень сильно подрывает здоровье своего организма, крайне подрывает свое здоровье. И вместо того, чтобы просветлеть, он становится идиотом, и начинает тупить очень мощно. Потому как рацион питания в кастовой системе специально разрабатывался под задачу, которую группа людей, большой социальный пласт выполняет. Допустим, каста, шудр или исполнители, чья доблесть была слушаться, не возникать, работать и трудиться, и радоваться, скажем так, когда их плоды труда забирали воины, либо забирали более вышестоящие касты. И, соответственно, они не должны быть агрессивными, чтобы меньше было бунтов, чтобы чернь не бунтовала. И, соответственно, они не должны были претендовать на излишнее, так скажем, материальное благо. Цари, правители, воины, они постоянно охотились, чтобы поддерживать в себе вот именно так называемые раджасические качества. Это, ну, в лучшем случае, защита своего народа, либо собирание излишек у тех, кто производит плоды труда. И, соответственно, охота и убивание, так скажем, животных, это была прерогатива знать. И черни запрещалось проливать кровь, кровь проливали жрецы на алтари, и, соответственно, их просто садили на вегетарианство, для того, чтобы они не бунтовали, для того, чтобы были послушные и покорные. Соответственно, воины, они всегда придерживались именно мясного рациона, чтобы представить себе качество характера. То есть, и здесь, и в наших условиях, руководствуясь этими, так скажем, простыми правами, какими вы хотите быть, вы можете, так скажем, путем пищи это в себе культивировать. То есть, если вам не нужно проявлять, скажем, сильные стороны своей личности, и вы, скажем так, не занимаете пост руководителя, и вам нужно выполнять работу изо дня в день однообразную, то есть для вас очень хорошо подходит, допустим, вегетарианский рацион. Ежели, что называется, вам нужно быть активными, если вам нужно, что называется, быстро следить за сменой событий, которые происходят, очень быстро реагировать, то без мясного белка очень сложно обойтись. Он может заменяем быть, но не соей, он может быть заменяем рыбой, он может быть заменяем птицей, он летом может полностью исключаться из рациона, потому что начинает быть много солнца, и потихонечку начинают расти ягоды, и плоды, которые содержат в себе естественные энзимы, которые, ну, скажем, уже в продукте содержатся, и дальше телом человека очень хорошо усваиваются. Но зимой, что называется, будьте чуткими. Очень такой показатель нездоровый, если человек, допустим, не может мыслить длинными файлами, то есть не может, что называется, думать длинную мысль, а думает обрывочно, и либо, скажем, не излишне так сложная тема, его начинает сразу утомлять. Это тревожный знак, это значит, что вам нужно достать нормального мяса, поесть и включить свой мозг в работу. Другой тревожный знак. Нижнее веко, оно не красное, а белое, либо синева. Это очень часто встречается у тех, кто просто берет и садится на вегетарианство, так вот насильно. Это значит, что очень мало красных кровяных телец, и человеку грозит малокровие. И малокровие, и еще куча всего неприятного, как-то так. Малоподвижный образ жизни ведет за собой, ну, что называется, дистрофию внутренних органов. Тоже тревожный знак, тоже нужно подумать о своем рационе, и даже аптечное железо, и даже поедание свежих яблок им всегда помогает. И следующий тревожный знак, то есть человек очень легко раздражается. Очень легко раздражается и вспыхивает. То есть, допустим, когда жизнь идет своим рутинным чередом, его ничто не вводит из себя, он нормально все воспринимает, он, что называется, благостен, улыбчив, но если что-то вводит его из себя, либо не соответствует действительности, ну, которую он для себя выбрал, он начинает очень сильно волноваться, раздражаться и злиться. Вот очень хорошая книжка на эту тему, я рекомендую почитать, Чак Паланик, автор такой Чак Паланик, и написал он книжку «Колыбельный». Она достаточно жесткая, но там именно представлен непримиримый образ военствующего вегетарианства, вегетарианства и вегетарианца. И там вот эта тема очень хорошо прослеживается, что нужно всегда придерживаться золотой середины. Многие виды животных, они живут постоянно рядом с человеком, особенно в нашей среде, и человек о них заботится, и вступает с ними в симбиотическое единство. И здесь говорить о том, что в мясной пище есть ген смерти, либо эмоция смерти, человек поедает и стареет, это будет лукавство, это будет неправильно. Потому как просто, если человек живет достаточно подвижной активной жизнью, именно телесной активной жизнью, он способен переварить все. Если он с благодарностью относится к той пище, которая пришла к нему в этот момент, и с аппетитом, что называется, с чувством легкого голода ее поедает, не переедая. И если ему не хочется, то он оставляет пищу в тарелке, ну, либо ее выбрасывает, либо отдает животным. Все с ним нормально, все с ним хорошо. И если он своему телу относится как к храму духа и посвящает любую пищу, которая в него падает Богу, то тоже все хорошо переваривается. И здесь, вот, еще такие основные, скажем, такие трезвые моменты. Если рассматривать среднюю продолжительность жизни людей, живущих на островах, в море, ну, в частности, японцев, и если рассматривать среднюю продолжительность жизни людей, живущих в пустыне, ну, допустим, Казахстан тоже можно, условно, назвать пустыней, и посмотреть на их рацион. Соответственно, морепродукты и жители Японии среднюю продолжительность жизни где-то около 90 лет, ну, на данный момент. Раньше она колебалась так 78, сейчас где-то 90 лет. А среднюю продолжительность жизни людей в засушливых областях, которые, что называются, либо твердые злаки, например, пшеницу кушают в разных таких моментах, либо кушают мясо, это около 45 лет. Но, если, допустим, человек разнообразит свой рацион и относится к пище не просто как к удовольствию, а как к тому, что настраивает его сознание на определенную работу и помогает его телу, то тогда все становится хорошо и здорово. Помогает определенный жест при принятии пищи и определенная работа с языком. Если, допустим, вы в течение недели будете настраиваться на стимуляцию кончика языка зубами верхней и нижней челюсти, то есть слегка покусывать его, и концентрируясь при этом чуть за переносицей, вот не на самой переносице, а вот на линии, если от одного уголка глаза внутреннего провести линию к другой и под переносицу в это время поместить свое сознание, сконструируя там свое внимание, вот на этой области, и одновременно с этим кончик языка пожевать, то у вас произойдет настройка на интуитивное понимание, какую пищу вам нужно скушать. Ну, опять же, пищевые компании, которые зарабатывают огромные деньги на так называемый фастфуде, то есть быстром питании, они разработали очень много и вкусовых добавок, и даже запахов, когда человек подсаживается именно на их вид. То есть поэтому я не рекомендую кушать, что называется, закусочное быстрое питание, ну, типа, например, Ростикса, гамбургеров, Нью-Йорк пиццах, потому что в продукты используют очень много химии, главная задача которой именно сориентировать ваши вкусовые рецепторы на поедание этой нездоровой пищи, то есть это просто целая-целая индустрия. Соответственно, каши быстрого приготовления, лапша, доширак и прочее-прочее-прочее тоже обладают такими добавками, чтобы люди покупали именно их и получали привязанность к этому продукту. От подобных тенденций избавляет голодание, но, опять же, оно должно быть нерегулярным, и оно не должно привязано быть к одному из дней недели, оно должно быть разбросано по неделе, но это раз в неделю, либо раз в две недели. Здесь не важно, оно сухое, либо, что называется, на воде, все зависит от вашего организма. Если вы не пьете воду, то нужно клизмироваться. Если вы пьете воду, то она должна быть чистой. И где-то это от 24 часов до 48 часов, самый нормальный интервал. И это не должно приходить на выходные, это должно быть именно в рабочие дни, чтобы вы проживали, что называется, в этом состоянии. Как и раньше это было в природе. То есть человеку не всегда доставалась пища, и когда она ему доставалась, он интуитивно постигал, нужно ему есть или не нужно. Ну, допустим, человек идет по лесу, видит, висит апельсин. И если вы бы такое увидели, то апельсин и оранжевый цвет очень приятны для человека. То есть и сразу по поводу пищи работает зрительный анализатор. Нужно, не нужно. Сейчас человека обманывают яркой упаковкой. И где-то около 90% стоимости продукта именно идет на упаковку. То есть вот так происходит первая обманка. Второе. Человек пытался сорвать плод и посмотреть, пощупать. Опять же здесь идет упаковка, красивая, красочная. И человек очень часто она обманывает. Но в мире природы такого не было. То есть если на ощупь продукт дряблый, либо сгнилой, мухе бы какой-нибудь понравилось, а человеку понравилось, человеку бы это не понравилось. Следующее. Он его нюхает, он не сразу его к носу подносит. Но здесь снова человека обманывают. То есть индустрия запахов. Если это происходит в супермаркете, там специально распыляют специальные запахи, чтобы человек как можно больше покупал. В частности, даже без распыления, просто в некоторых маркетах продается свежий хлеб. И запах свежего хлеба, он автоматически чувство голода вызывает у человека. И человек покупает больше продуктов. Соответственно, коль вы идете что-то покупать, вы должны идти туда сытым. То есть покушав в любой магазин продуктовый, идите, ну что называется, на сытый желудок. И будет больше пользы для того, чтобы выбрать интуитивно правильный продукт. Далее. Человек пробовал на вкус. Соответственно, если ему это не нравилось, он сплевывал. Но современный продукт добавляет очень много вкусовых добавок. Добавок самый простой из них – это соль и специи. Вот самый простой. И снова рецепторы у человека, что называется, обманываются. Ему кажется, что это вкусно, либо хочется посолить, либо хочется поперчить. И только тогда он в пищу употребляет. Я вам рекомендую, то есть, отказываться от сладкого сразу после принятия пищи. Это в обязательном порядке. И отказываться от чай пить сразу после принятия пищи. Нет ничего более вредного, чем пить чай и кушать, что называется, шоколадку, либо что-то такое сахаросодержащее сразу после принятия пищи. Вот вы покушали, там начинаются процессы внутренней биохимии. Желудочный сок выделяется и прочее, а вы сразу это гасите, то есть размываете. Плюс добавляете туда синтетический продукт, такой как сахар, либо такой как шоколад. Это очень вредно. То есть, если вы без этого обойтись не можете, то это нужно, ну, чтобы минимум минут 40 прошло после принятия пищи. А лучше, если, допустим, часа два. И тогда можно отдельно пить чай. Это тоже очень трезвое соображение, связанное с этим совсем. Далее. Если вдруг человек, как бы он голоди не был, он искал осеневит плод. Ну, допустим, как сейчас обезьяны ищут пищу в Японии. Там достаточно холодно. Есть ряд видов обезьян, которые обитают высоко в горах, греются в теплых источниках. И, например, зимой, когда там падает снег, там нет плодов. Они ищут корнеплоды, либо стебли растений. Соответственно, и человек тоже такой искал. И в самых, что называется, крайних случаях, это личинки. Ну, они тоже, допустим, если поедают что-то типа орешков, либо корнеплодов, они тоже вкусные. Вот. Личинки. Нету личинок, что называется, рыба. И если, допустим, те, кто занимался рыбалкой, или те, кто приготовляли рыбой, если, например, животное жалко кушать, то есть ведь никто не идет в магазин, покупая баранину, там же написано «мёртых барашек». Там написано, допустим, ну, говядина, допустим, баранина. И человек покупает пласт мяса. И уже в сознании это не ассоциируется с тем, что когда-то ты бегал, когда-то сосала, что называется, мать, когда-то было таким тёплым, пушистым и ласковым, просто вот кто-то это убил, кто-то это освежевал, сейчас это можно купить и приготовить, то есть через посредников. Но в мире природы, допустим, если человек ловит рыбу и кушает, это вызывает меньше, что называется, сострадания к этому живому существу. Птица уже может вызвать такое, то есть ответный отклик. Соответственно, это свидетельствует о определённом, так скажем, генетическом предрасположении человека к поеданию пищи, которая обитает в море. И ряд показателей о том, что, допустим, наше тело в крайних случаях только покрывается шерстью, лусью, покровом. У нас тело создано не для прямохождения, а для нахождения на поверхности воды. И по сравнению с остальными животными, человек лучше обитает в воде с млекопитающими. И детёныш человека, он обладает сначала инстинктом плавания, только лишь потом ползания на четвереньках. То есть сначала он делает такие лягушеобразные движения. И примерно до трёх месяцев, если он падает под воду и открывает рот, он никогда не сделает вдох. И дельфины помогают человеку, если вдруг он оказывается в открытом море, потепев в кораблекрушении. Всё это, ну, сильное свидетельство, факт того, что наши предки битали возле побережья, именно в воде. Ну, именно тела, которыми мы обладаем, не внедрённые в них сознание, а именно тела. Соответственно, я и говорю об этом. Короче говоря, если вдруг наш первобытный предок видел крысу, она очень неприятно выглядит. У неё острые зубки, у неё красные глазки, она верещит, её сложно поймать, она может укусить. И вообще, ну, очень надо сильно голодать, чтобы охотиться на такое млекопитающее. И самый последний момент, очень сильно голодать нужно, чтобы набрасываться на такого, ну, на барашка и разрывать ему кишки, погружаться головой в кишки и сживать. Это то есть самый крайний случай голода. Но наши предки именно с таким моментом сталкивались. И удивительным образом, то есть поедание мяса обладает огромной, так скажем, силой, ну, это очень приятно. То есть это рецепторы удовольствия в голове сразу же возбуждаются. То есть, ну, может быть, это связано с саморазрушением организма. Что это вот, я думаю, это сродни тому, что, допустим, если человек начинает болеть с каким-то смертельным заболеванием, ну, типа рака, и когда у него уже начинает отмирать позвоночник, в последней стадии он переживает чувство высочайшей эйфории. То есть ему уже не больно. Мозг выделяет такие рецепторы в кровь, что человек испытывает, ну, величайшее удовольствие и слияние с божественным. Вот. И нечто подобное лежит в механизме именно переваривания мясной пищи, не свойственном для человека. Но человек способен ее переваривать, способен ее усваивать, опять же, если вначале он использует эмоцию благодарности. Благодарности и сострадания к тому, что он собирается переваривать. Если он занимается какой-то практикой самосовершенствования, то то живое существо, которое пошло к нему на корм, оно вместе с ним, благодаря эмоции, сострадания и благодарности, тоже начинает этой практикой заниматься. Но это именно такой вот, не просто буддийский подход, а тибетский буддизм. Вот. Одно из направлений. Короче говоря, вот я уже такое много наговорил, но из всего этого многого рекомендация следующая. Это перед пищей попить чай, либо выпить горячей воды. С утра пораньше натощак выпить ложку масла и запить ее теплой водой. В течение трех дней, а может быть и регулярно, испытывать такую практику на себе, это жевание кончика языка, концентрация на переносице, хотя бы раз в две недели вставлять в свой, что называется, режим это сухое, либо мокрое голодание, чтобы потом интуитивно настроиться на выбранный продукт. Когда вы идете отовариваться продуктами, обязательно едите на сытый желудок. Когда вы кушаете, не обязательно и даже нежелательно надоедать все с тарелки, что называется. Здесь вы четко должны смотреть, жадность это или не жадность ваша внутренняя. То есть, если желудок говорит, нет, все, я поло, не бросай у меня ни одного кусочка, а челюстям хочется жевать, а языку хочется испытывать вкусовые рецепторы, проще сплевывать, чем набивать свой желудок. Пожевали, сплюнули, так несколько раз. Но здесь, что называется, жалость не должна работать в этом деле. Уж лучше пищу, я говорю, домашним животным отдать. И все, что вы даете, вовнут в себя, это становится частью вас. И, соответственно, если вы в холодное время живете, то не нужно испытывать угрызения совести, совершенно не нужно, если вы используете мясную пищу. Вот этого не грязнее не становитесь, не, что называется, Бог от вас не отворачивается ни в коей мере. Потому что Богу все едино, что вы кушаете, главное то, о чем вы думаете, и как вы с ним общаетесь. То есть, вот, такие основные моменты. И, конечно же, если человек начинает заниматься йогой, то он выходит за любые рамки религиозной конфессии. Потому что йога, она надрелигиозная. Когда мне спрашивают про посты, люди почему-то не задумываются, зачем вообще посты в том же христианстве были созданы. И почему вдруг возникло христианство на почве иудаизма. И какое оно имеет значение, как социально-политический пласт для управления людьми. Если вы спросите у любого человека, который держит скот на убой, как корова должна прирасти мясом. Он скажет, что перед тем, как где-то за месяц закалывать корову, либо закалывать свинью, ее три дня где-то не кормят, но поют. И потом, что называется, животное испытывает такой величайший страх, ужас и шок, что оно мгновенно, где-то за месяц набирает, ну, может быть, в полтора, может быть, два раза мяса. И, соответственно, это первый момент. То есть, если вы религиозно, что называется, поститесь, вы ни в коем случае вес не теряете, вы, наоборот, его набираете. Надо об этом знать. То есть, не стоит на это надеяться, и как на момент того, что вы похудеете, постройнеете, потому что дальше вы еще будете сильнее наедаться. И это определенный момент просто контроля человеческого. Любая религиозная конфессия, она контролирует общество. Вот. Оно направлено на то, чтобы власть поддержающая, что называется, и дальше оставались у власти, а подчиненные, что называется, дальше, что называется, подчинялись, нарабатывали полезный продукт. Все очень просто. И, соответственно, ну, человек берет из религиозной конфессии, которая является давлеющим в социне, ну, в частности, из православия, только очень приятное. Ну, что приятное? Ну, допустим, на Пасху поесть кулич, поцеловаться друг с другом, покрасить яйца. Либо на крещение пойти в проруби искупаться раз в год. Либо, что называется, на масленицу блины поесть. И все, он уже православный, он может уже себе, ну, что называется, бить в грудь и кричать, допустим, с Рождеством, или Христос воскресе, и прочее, прочее. Ну, это такие действительно приятные моменты. Все остальное уже, что называется, единицам, и дай-то Бог, что без фанатизма, и дай-то Бог, что с пониманием представителей других конфессий, что называется. Чаще всего это очень мощная непримиримость в этом плане. И, допустим, здоровый образ жизни, он никак с религиозной конфессией, ни одной, что с буддийской, что индуистской, никак не связан. То есть это сознательный выбор человека. Можно сказать, это уже общение с единым, ну, например, можно говорить, что это Бог, можно, что это вселенский смысл, уже без посредников. В частности, принятие пищи. Короче говоря, резюмируя все, что я сказал, последнее, это вот смотрите, определенный жест руками. Левая рука, это можно делать сначала над тарелкой, а потом уже, скажем так, мысленно, это достаточно быстрое движение. Это против часовой стрелки. Левая рука постоянно переводит стрелки часов, скажем так, против часовой стрелки. Вы заново отматываете назад свое время, одновременно очищая пищу от ненужных, несвойственных вам вибраций и создавая так называемое торсионное вихревое поле энергии, именно против часовой стрелки. Уполняется где-то около минуты, около минуты. Над тарелкой хорошо бы, чтобы пища была теплая или горячая, чтобы вы чувствовали запах. Правая рука делает движение снизу на себя. Вы еще одно вихревое поле задаете, вихревое энергетическое поле, но даже здесь вот вы не столько отметаете и активизируете, как вот левой рукой, вибрации пищи, сколько уже через запаховый анализатор настраиваете пищу на себя, выполняя вот такие движения. Постоянно, постоянно на себя. А потом нужно это все совместить. И используется, так скажем, образ пряжи. Левая рука неподвижно находится над пищей, а правая рука постоянно наматывает пряжу на себя. И это все происходит примерно на уровне живота и в энергетическом плане вы уже начинаете эту пищу усваивать, с пользой для себя. И здесь уже, если вы используете практику, неважно, что это. Хоть там доширак, хоть это гамбургер. Когда, допустим, известному мастеру Зенченко, это с Украины, Анатолий Зенченко, спрашивают, какой пищей руководствоваться для здоровья, вот демонстративно есть чипсы, запивают их Кока-Колой. Показывает тем самым, что если человек занимает серьезную практику, он способен усвоить все 100%, даже без вредных выхлопов. Но, тем не менее, на начальных этапах практики, вот, правая постоянно наматывает пряжу на левая. А потом, самое сложное, здесь уже нужно потренироваться. Смотрите, это не вот такое движение, то есть не обе руки наматывают пряжу, и не такое движение, обе руки закручивают водовороты, а правая на себя, левая против часовой стрелки. И получается, что еще при этом правая наматывает пряжу, продолжая двигаться кистью на себя. Возникает три вихря энергии. Первая активизирует энергию пищи, левой рукой против часовой, отметая ненужное лишнее, убирая. И перематывая стрелки, это называется обращением биологического времени вспять. к молодости, либо даже к рождению, и к возрождению заново. Правая позволяет лучше усвоиться, и сразу встраивает ток энергии пищи в естественный ритм организма. Это по горлу, пищевод, и далее в мозг, и далее из мозга по всей нервной системе, и по малому кругу кровообращения, и по большому кругу кровообращения. Вот это движение, накручивание на себя. И вот это движение, когда правая переходит вокруг левой, постоянно наматывая пряжу на левую руку, оно как раз позволяет активизироваться энергии сама на ваю. Эта энергия питает в животе, и позволяет пище лучше усваиваться, и позволяет информации лучше усваиваться, и волевую компоненту личности активизирует. То есть вы делаетесь в настойчивой концентрировании. И потом три движения объединяются. Левая против часовой стрелки, правая на себя, и правая вокруг левой. Получается вот такой вихрь. Очень мощно структурирует как пищу, так и любой предмет, который вы хотите использовать в качестве амулета и талисмана. Вот. И потом некоторое время держится ладошки над пищей, и благословляется мысленно. Под благословлением понимается, что самая важная сила, которая нас окружает, это энергия солнечного света, без которой бы не было ничего. Вот здесь это тоже такой факт, ну, с которым мало кто поспорит, что будь то мистик любой религиозной конфессии, в котором божество приравнивается к солнцу, будь то физик или ученый, будь то, что называется индуист. Солнце, энергия солнца или савитри. Самая важная гаятри мантра, основная гаятри мантра, мантра это звуковая вибрация, гаятри это гимн. Омбхурбхувахсваха, татсветур вареньям, барго девасетхимахитхи, и она прочодаят. Пусть сила солнца осветит ему невежество и поведет нас к свету. Ну, вот примерный перевод такой. И там вот это савитри. И образ такой, вдох, яркий солнечный свет, выдох, мягкий солнечный рассеянный свет. И вы настраиваетесь на свои ладони, и либо там, ну, может быть, ручка, без разницы, может быть, тарелка с пищей, может быть, стакан с водой. Любой предмет, на который вы хотите наложить программу, пропитать программу, чтобы потом предмет уже излучал вас, ну, эмоции благости, так скажем, ну, или энергию благости. Вот. Концентрируйтесь, представляете, вдох яркий, ослепительно яркий солнечный свет, выдох, мягкий солнечный свет. И после уже трех вдохов-выдохов очень мощно, любой материальный носитель, ну, лучше, конечно, всего, пищевой, либо пористый, пористо содержащий. Это глина или дерево. С металлом нужно еще сильнее работать, там добавляется еще один образ. Он, что называется, энергонасыщается. Вот. Это по поводу принятия пищи. Ну, соответственно, конечно же, нельзя смотреть телевизор во время принятия пищи. И ни в коем случае нельзя поднимать пищу в расстроенном состоянии. Если вы, что называется, полны негативных эмоций, если вы очень сильно расстроены, то пища как раз не стабилизирует вас, она частично это снимет, но она пойдет не на пользу. Здесь нужно пить травяные чаи. Травяные чаи, что называется, с душицей, с мятой, может быть, немного добавлять туда мелисы. Вот. И лучше вот такой вот. Можно просто густой делать такой натвар. По поводу того, как снимать раздражение. Вот многие те, кто занимаются йогой, либо те, кто занимаются духовным поиском, они очень терпеливые люди. И они склонны накапливать в себе негативные переживания. Терпеть, 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 улыбаться, 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 потом взрываться, что называется. И очень быстро, но весьма разрушительно негативно себя проявлять. С этим можно справиться, используя для этого ту практику, которую мы сделаем после. Это, скажем так, река времени она называется. Несложные движения руками, несложные движения головой, закрепленные на графический символ. То есть сознание нужно удерживать. Опять же, несложный будет графический символ. И дальше я вам объясню. И после этого мы с вами, что называется, поделаем эту практику. На этом, что называется, мои ответы пока вы. Субтитры создавал DimaTorzok, поделаем эту практику. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok